Украина на пороге отопительного сезона, который может стать настоящим испытанием для нашего государства. Начнется он, когда среднесуточная температура воздуха на улице упадет ниже 8 градусов тепла, сообщает Департамент коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегион. Когда централизованно включать батареи, будут решать органы местного самоуправления. Важно, что зимой в квартирах украинцев должно быть не менее 18 градусов тепла. Сейчас в регионах специалисты проверяют котельные, дома и тепловые сети. Также коммунальщики дают советы населению, как сэкономить тепло. Об опыте Одесской области, как там готовиться к холодам, смотрите следующий материал. В котельной, где Владимир работает изолировщиком, горячая пора. Проверка оборудования продолжается уже несколько недель. Сегодня на очереди ревизия заслонок. Вот видите, как встанет. Главное, чтобы ничего не подтекало, людям тепло было. Ну и чтобы никто не жалился, что холодно. Ремонтники говорят, сделали уже очень много. И в принципе котельная готова к запуску. Вообще это обычная плановая профилактика. Такие работы сейчас ведутся по всей стране. И замена трубопроводов было частично. И замена арматуры, задвижек, вентилей было. Насосное оборудование, осмотр, замена масла. Все по чуть-чуть даже вот так оно собирается. Эта котельная будет обеспечивать теплом небольшой городок в Одесской области. И пока сотрудники готовят агрегаты, кипит работа и в домах. Наталья, председатель кооператива владельцев квартир, показывает, как меняют окна, двери и даже утепляют фасады. Это утепление нашего цоколя. Здесь мы с вами видим, здесь находится минвата. Ее толщина 100 миллиметров. А тут уже внизу находится пенополистирол, который толщина тоже 100 миллиметров. Одновременно людям разъясняют, как сэкономить. В идеале стоит установить на радиаторах приборы учета и терморегуляторы. Если потребитель желает температуру поменьше, он просто терморегулятор себе прикручивает. Или на случай, если он, например, поехал на дачу или к родственникам и просто не платит в это время за тепло. Если же такой возможности нет, то следует установить позади радиаторов тепловые экраны из обычной фольги. То есть поставить какую-нибудь фанеру, на нее наложить фольгу и поставить сзади батареи. Благодаря этому будет вся тепловая энергия попадать именно в помещение. Также желательно, если у вас старые деревянные окна, взять поролоновые обычные ленты и закрыть все щели. Это касается и входных дверей. Весь этот комплекс мер, уверены в общении, даст возможность нормально пройти отопительный сезон при действующем нормативе 18-20 градусов для жилых комнат. У нас на подписании находится договор на объемы поставок газа. С Минрегионом он уже согласованный, поэтому технически мы подготовлены. А как будет газ и какие будут погодные условия, которые уже будут требовать этого подключения, то мы в нашем городе готовы к работе. Подобные процессы идут и в соседние общины. Там проводят гидравлические испытания тепловых сетей, готовят элеваторные узлы в домах, проверяют котельные. Все необходимо завершить до 1 октября. Все остальные и предприятия, и управляющие компании, дома ОСМД, и ведомственные здания, общежития, организации также утвердили свои графики. Мы их согласовали. И все идут в соответствии с графиком. В областной военной администрации говорят, сейчас в Одесской области подготовку к осенне-зимнему периоду выполнили более чем на 90%. Приоритетное направление в этом году – уменьшение использования природного газа.